Приветствуйте второго докладчика. Это Вадим Гауляк из Сбертеха. Да, привет, друзья. Меня зовут Вадим Гаузяк. Я работаю в компании Сбертех. И я разработчик плагинов для жира. Ну, основное для жира, конфлиенс, битбакета и подстойка класса. Готчика сказал, как хорошо обновиться данной версии. Я скажу, как все плохо. Все реально очень плохо. И иногда можно попасть на баг, который даже не кого-то третьего плагина, стороннего, либо нашего, а конкретно баг жира. Я, наверное, расскажу, как мы искали баг. Я не буду особо вас нагружать техническими подробностями. А потом поговорим о том, какие ошибки мы совершили. Мы совершили серьезные ошибки как в плане коммуникации, так и технические ошибки. И потом мы похоливарим, пообщаемся, как делать правильно. Я предложу наши правила, которые мы приняли у себя в компании после этого случая. Вы предложите свои. Ну, естественно, самые активные тоже получат подарок от Яндекс.Денег и АУ-комьюнити. Для начала скажу краткую историю. Мы обновились до новой версии жира 7.1.10. И жира начала падать. Она работает минут 10-15 и падает. Админы наши, естественно, не говорили ничего. Они все молчали. У нас два сегмента сети. Мы работаем в одном сегменте. Во втором сегменте она реально огромная. Я могу сразу ответить, 60 тысяч пользователей. Работает жири активных. Тогда она крутилась на 12 гигабайтах оперативной памяти. В общем, админы пытаются починить жиру известными способами. Это не единственные способы. Пива не хватает. Да, наверное, пива стоит добавить. Не говорят ничего нам. Проходит два дня. Проблема не решена. И не говорят нашему тимриду. Эй, мы не можем обновиться. Мы обновились. Мы смогли обновиться. Но она не работает. Естественно, мы говорим, это наше дело. Мы забираем его. И первым делом мы лезем в Java Melody. Знаете, да, такой плогин для жира? Ну, естественно, наверное, все знают. Вот такая вот картина замечательная. Я думаю, что многие админы используют его просто для какой-то такой наглядной картины. Понятно, что он врет. Причем врет очень сильно. Но реально мы видим, что вот там обычно какие-то совершенно простые вещи висят огромное количество времени, и ничего не работает. Окей. Давайте посмотрим на Threaddump. Как часто вы видите такую картину в Threaddump? Кто-нибудь видел такую картину? Так, не из нашей компании. А, гонщик видел. Потом расскажешь, что у тебя случилось. 97% Threadd, они находятся, они blocked. То есть они помещаются в блок-сет и в данный момент не выполняют свою работу. 3% Threadd выполняется in-nated. То есть это нативные Threadd, написанные на сишечке, которым Java время-тремень не обращается. Причем смотреть за нативные Threadd не имеет смысла. Это совершенно обычные Threadd, которые выполняются, ну там, Threadsleep, Copy of French. Конечно. Ну, то есть ничего интересного вообще. Но если мы посмотрим на Threadd, которые выполняются in-native, там будет довольно интересная картина. Они почти все такие. То есть Java пытается прочитать какой-то сокет. Java-машина. Она ожидает от кого-то ответа. Перегоняет какие-то данные, читает, читает, но не может найти ответ. В чем причина? Лезем в Zabbix. Мы вычисли, что это серая база данных. Лезем в Zabbix. Вот, смотрите, ребят. Вот, крайне справа, это после решения. После того, как мы решили проблему. Вот так вот выглядит, так выглядит картина, когда, собственно, этот бак у нас присутствовал в системе. Какое время между пробелами? Ну, не день. Я думаю, что вот здесь перезагрузка, по-моему, была в районе получатства, перезагрузка. То есть там часа два он лежал? Здесь было три часа два. Это он упал ночью когда-то. Он упал как-то ночью. Утром пришли, подняли и вот пошли в такие вот пики. Опытным путем, опытным путем мы выяснили, что это срабатывает не всегда. Что можно, видите, вот небольшой промежуток есть, когда это работает нормально. Проблема появляется, когда вы создаете ИШью, и там какая-то пустунца создает еще пять, шесть, там, десять саптасков. У нас был замечательный воркфлоу, его придумал человек сам. На каждом переходе оставалось по десять саптасков, очень важных, очень полезных. То есть, там, не знаю, пятьдесят саптасков у одной задачи было. Это все ему, естественно, надо. Ну, в общем, мы выяснили, что проблема была с Лексоранком. Кто знает, что такое Лексоранк? Никто не знает? Или все, гонщик знает? А еще кто не знает? Нет, это новая, уникальная технология Atlassian, которая не работает. То есть, вообще. Эта штука приносит с собой, ну, уже не плагин, а уже она включена в стандартные плагины. Глингхоппер, который, помните, agile плагин. Она высчитывает рамк, это новая система для развивания ИШью. Она была введена в версии 6.4, и в версии 6.7 она стала дефолтной. То есть, она используется всегда. Собственно, в базе данных, ну, так как база данных, просто для примера, когда создаются много саптасков, больше, ну, много – это больше одного, они начинают конкурировать, они начинают делать вот эти вот апдейты, которые лочат базу, и это натуральный дедлог в базе данных. Мы вычислили этот баг, связались с Atlassian. На самом деле, этому присутствовало еще мы, пытаясь на какие-то фиксы, на базу данных, на какой-то промежуток между… где строится между жирой и базой данных. Мы пытались в жире… Мы даже связались с ребятами, которые вроде как у себя потихтили этот баг, но у нас у них взлетело. Собственно, вот, смотрите, Atlassian появился не так давно. Ну, реально, с версии 6.4, 6.7, как он стал дефолтным, это не так давно. Но уже породил вот такую гору проблем. Это довольно много для системы, для модуля, который делает такую незначительную вещь, согласитесь. Это не что-то серьезное. Сам баг, собственно, присутствует с версии 7.0 до 7.1.9. Кто использует эти версии? Кто еще не обновился до версии 7.2, например? Никто не использует? Все уже выше 7.2? Либо на шестерке. Либо на шестерке? Да, да, да. Да, обновляйтесь до 7.2 сразу. Ни один хотфикс не помог. Нам пришлось действительно обновиться до версии 7.2.0 в ускоренном режиме, переписывая наши внутренние плагины. Казалось бы, проблема небольшая. Ну, решили-решили. Да нет, вот оно. С версии 7.2.6 он появился снова. И присутствует вплоть до версии 7.3.4. В статусе Open находится, решения нет. Этот баг, он чуть-чуть получше. Он не вызывает дедлока. Но иногда при создании саптасков он может остановить работу жиры минут так на 10. Она может так призадуматься. Причем вот это вот решение, я, честно, пока еще не смотрел исходники вот этих версий. Но мне кажется, что они решили проблему как раз одним из наших хотфиксов. Делая какие-то такие, замедляя работу создания саптасков, ну, чтобы просто успел выполниться апдейт, а потом следующий. Давайте поговорим о самом веселом. Какие ошибки мы совершили? Мы совершили огромное количество ошибок. Если бы мы знали все заранее, проблему было бы решить не за 4 дня, ну, то есть 2 дня, когда админы молчали, 2 дня, когда работали разработчики, а реально мы могли бы решить проблему, ну, там, буквально за полдня, за день. Первая группа ошибок связана с ошибками коммуникации. То, как мы работаем внутри команды. Потеря времени. Ну, это, конечно, эпичный фейл, потому что потеряли 2 дня работы, ну, понимаете, это серьезная проблема. Редкие задействия администраторов и разработчиков. Каждый пытался найти проблему сам. Каждый где-то ковырялся у себя, изучал, там, логи, запросы, делал базу данных, изучал thread-дампы. И мы созванивались не так часто. У нас часть команды инициаторов находится в Москве. Поэтому коммуникация с ними затруднена. И мы попришали контекст на другие вопросы, потому что готовился новый релиз. Спринт, в конце концов, ну, нельзя фокапить. Мы работали по спринтовым задачам, и вот параллельно приходилось решать проблему с жирой. Технические ошибки, которые мы совершили. Мы честно искали hotfix. Нельзя этого было делать. Но мы искали, мы упорно пытались накатить какие-то обновления, какой-то Groovy Script, какой-то Java-модуль, что-то на стороне SQL. Мы пытались это все сделать, и это все была лишняя потеря времени. Она не предъявила нас к решению вообще ненасколько. Мы неправильно локализовали проблему. Наверное, из-за того, что я Java-разработчик, и как-то база данных уходит на второй план, когда ты работаешь, вот сейчас модно работать с ORM, то есть ты пишешь на Java, и про базу данных задумаешься в последний момент. И мы очень поздно определились от согласия. Казалось бы, я заметил, такая проблема не только у нас, у многих компаний в нашей стране. Почему-то мы стесняемся, может быть, поднять трубку и позвонить на горячую линию и сказать, «Ребят, мы вам платим деньги, разрешите наши проблемы». Мы этого не сделали. Вернее, сделали, но довольно поздно. Давайте теперь похоливарим и обсудим, как делать правильно. Наверное, все сталкиваются с подобными вещами, когда вы обнаружили баги, которые ломали ваш пром, вы теряли деньги, ну, или ваша компания теряла деньги. Для начала. Мы приняли четыре правила для коммуникации внутри команды. Первое правило. Если возникла проблема, вся команда организаторов должна получить моментальное оповещение. То есть буквально, не знаю, просто позвонить хотя бы, оповестить каждого админа. Второе. Если проблема не решена за короткий срок, мы это выбрали время один час, необходимо отдать задачу на третью линию, отдать разработчикам, пускай они работают с вами в параллель. Должна быть одновременная работа разработчика и администратора. Следующая проблема, когда мы вычисляли баг, только уже не жира, а бобсвифта, мы просто собрались по скайпу, сидели два часа, естественно, молчали все, говорили там раз в 10 минут, но это было гораздо продуктивней. И нужно, естественно, изолировать команду. Нужно команду полностью изолировать от всех внешних активностей. Нужно, чтобы они просто сидели, работали над проблемой, их не отвлекали по другим вопросам. Это, наверное, одно из вообще важнейших вещей. И вот технические рекомендации. Я написал так кратенько, потому что они в основном вытекают из проблем, чтобы не повторяться лишний раз. Ну, первое, наверное, самое главное правило, вообще единственное, по сути, правило техническое. Ищите саму проблему. Никогда не ищите хотфикс. Хотфикс. Если вы ищете хотфикс, вы идете по неправильному пути. Если хотфикс существует, то вы найдете его, когда найдете проблему. Потому что, ну, вы будете постепенно, шаг за шагом, понимать, к чему приводит, что именно приводит к возникновению этой проблемы. И хотфикс напишется сам собой. Либо не напишется, если его не существует, как в этом случае. Именно адекватного хотфикса. И работать нужно, естественно, параллельно с Атласием. При последующих проблемах мы просто поднимали трубку, говорили, у нас проблема. Мы сидели, разговаривали, одновременно работали. Они запрашивали какие-то логи, мы скидали куски логов. У нас много с этим проблем, потому что мы банк. И, знаете, не всегда можно привлекать какие-то вещи, но стараемся по возможности работать в параллель. Теперь я предлагаю вам дополнить вот этот список. Давайте для начала по коммуникациям. Можешь кто-то предложить хорошее правило или рассказать о проблеме? Как правильно? Ну, я могу рассказать. У нас была такая же проблема. У нас падала джира. Был такой момент. Это было года три назад. Первое решение очень простое, которое я применил. Я мониторил падение. И буквально через минуту, когда программа видела, что джира упала, ну, я перезапускала. И дальше, примерно неделю, она работала без проблем. Ну, и после этого у меня была возможность, не нарушая работу пользователей, искать проблему. Ну, то есть анализировать логи, обращаться к нашему подрядчику, который админиет нам власть он стек, ну, и все такое. То есть просто попытался изолить среду, на которой ты ищешь проблему. То есть главное – обеспечить пользователю возможность функционировать. Стал уже от гонщика замечательную шапочку тебе брошу. Есть одно дополнение. На одном из предыдущих аугов выступал молодой человек из Atlassian, который рассказывал про DevOps. И, в принципе, про довольно интересные практики говорил нам. Команда, будь то разработки, например, делится на две группы. Одна работает по спринтовым задачам, другая является третьей линией. Она правит баги и работает тесно с администраторами. Как раз это может решить проблему коммуникации и изолированности команды. То есть каждый раз меняться? Да, они как раз предлагали про один спринт. Часть людей работает по спринту, другие третьи линии, на следующий спринт меняются. А спринты у них недельные? У них, по-моему, двухнедельные были. Я уже не помню. Это было месяц три назад тот аук. Но у меня все. Вот просто напомнил, что такое тоже можно делать. Да, такой вариант тоже есть. Как раз молодой человек из Atlassian работает по такому принципу. А кто-нибудь еще пробовал такое у себя? Ну, в Atlassian не так разобрал. Да, в Atlassian разобрал так. А кто-нибудь в своей компании пробовал так делать, такую разработку? Гонщик что-то в этот раз не поднимает руку. Держи коробочку. Извини, они очень легкие. Я просто думал наоборот сделать так, чтобы админов прокачать до уровня разработчиков. Я где-то видел картинку, где девопс – это у нас нечто среднее между разработчиком и админом, и где разработчик не стал разработчиком, он опустился до девопса, а админ прокачался до девопса. Это, конечно, шутка, но доля правды есть. Ну, Гонщик, есть одна проблема. Дело в том, что, я считаю, нужно иметь взгляд одновременно с двух позиций, со стороны разработчика, со стороны администратора. Если здесь будет девопс, как объединяющая часть, это будет только лучше. Это естественно. Да, но мне кажется, что вот всегда в команде по расследованию, скажем так, инцидентов, присутствовал одновременный разработчик и администратор. Извини, я тебя не буду бросать. Да, 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 все нормально. Ну, вот смотри, вот буквально на днях я заимпровил, чтобы багу зафиксили. Это был косяк в автомейшн, был косяк в темпо и в атласне. Ну, то есть в атласне ничего не сделали, но я всем трем писал и расшаривал свой ишью тикет в атласне, где я отправляю все необходимые саппорт дипы в атласне. Это реально быстро ускорил процесс решения. И в комьюнити я рапортовал все это. Ну, можно так действовать. Ну, не знаю, насколько у вас хватит этого. Я указываю, что ты большой молодец, и ты помогаешь развивать продукты атласне. А передай, пожалуйста, микрофон Жене, он поднимал руку. Давай. Ну, да, подойди. У нас в компании только не с продуктами атласен, но используется именно подход того, что на момент спринта выделяется несколько разработчиков для фиксации багов. Помимо этого, на самом деле, у нас порядка пяти или шести команд разработки, и у нас есть отдельная команда разработки, которая работает по комбану и занимается чисто фиксами. То есть третья линия, по сути, настоящая? По сути, да, третья линия. У нас есть первая линия в качестве дежурных администраторов, у нас есть, ну, можно сказать, вторая линия в виде администраторов обычных, и у нас есть третья линия в виде команды разработки, которая работает, ну, проще сказать, наверное, по комбану. Просто по комбану, да. А вот те три человека, которые в спринте, но... Смотри, изначально, из того, что я слышал от наших продуктованеров, то есть изначально, когда они планировали спринт, они закладывали некоторое количество времени на фиксацию данных багов. Ну, то есть за обращение. Но даже были практики, то, что они внедряли, говорили то, что вот ты, вот этот спринт будешь работать отдельно. Но в дальнейшем, когда команды немножко научились работать с пользователями, научились работать с бизнесом, им... У них, ну, как это, ушла эта необходимость выделять отдельного человека. Они просто перестали это закладывать. И сама оценка задач, соответственно, уже, когда они начинали оценивать, они уже закладывают то, что да, у нас будет контекст-свитчинг во время спринта, да, у нас прилетит пару торпед, но команда постепенно к этому привыкает. Вообще тоже вариант, да. Я, на самом деле, просто еще ответ. Нет, я не знаю, как правильно, у нас это большая боль, когда что-то происходит, а спринт уже запланирован. Как Жень? Я тебе, наверное, знаю. Это потяжелее, проще бросать. Да, это довольно интересный подход, который мы, возможно, попробуем, потому что он наиболее гибкий. Ты можешь выделить там 2-3 человека, просто заложить, допустим, 6 человек одни в спринте для решения подобных вопросов, если они прилетят. Если нет, они продолжают работать по спринту. Ребята, еще есть какие-нибудь? У меня еще осталось что-то. Давайте по принципу гонщика, кто первый поднимет руку. Я вот не знаю, как его бросить. Да, передай просто. Да, я тоже хочу прокламировать наш чай в Телеграме. Там довольно такое живое обсуждение ведется. Если что, мы поможем. В общем, спасибо вам. Меня зовут Вадим Голозяк из компании Сбертья.